Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания, с вами ведущий Владислав Майструк. Моим собеседником сейчас будет Михаил Болнец, председатель Конфедерации Свободных Профсоюзов Украины. Вот о чем мы поговорим. Вот за полгода, то есть даже за полтора года, последние полтора года в металлургии большие проблемы. А это одна из основных, в принципе, отраслей Донбасса. Вот что происходит в металлургических комбинатах, например, Мариуполя? Ну вот, судя по сюжету, который мы сейчас увидим, там все очень плохо. Пожалуйста. Люблю металл, я очень его люблю, поэтому тяжело оторвать меня, где его. Тимофей Дружко – потомственный металлург. Разливать сталь в кислородно-конвертерный цех комбината имени Лича пришел вслед за своим отцом. Гордиться тем, что в свои 30 с небольшим уже имеет за плечами 8 лет горячего стажа. Опасность, а что делать? Как говорится, работаем, зарабатываем на комбинату. Если бы не они, то куда бы мы пошли? На работу у металлургов жаловаться не принято. У металлургов легкой работы не бывает. Например, сейчас вот в Нарковше находится жидкий расплав, температура которого составляет 1500 градусов. Но вот на зарплату сетуют многие, даже самые преданные своей профессии. Хватает. Конечно, хотелось бы и побольше. Не скрываю, конечно, но хватает. В последнее время хотелось бы, наверное, повыше. Ну вот у меня в прошлом месяце было 1500 авансов и 3600 получки. Опять, что это в принципе зарплата моя десятилетняя давность. Владимир Дейко, слесарь-ремонтник пятого разряда, проработавший на комбинате 15 лет, рассказывает, До кризиса 2008 года на свою зарплату мог позволить себе безбедно содержать семью и откладывать на отдых. После смены собственника на комбинате имени Ильича, его ремонтный цех вывели в обособленную структуру при Метинвесте. Работы меньше не стало, а доход упал существенно. До прихода Метинвеста у меня отпуск был фиксированный 42 дня. Ни больше, ни меньше. То есть сейчас это то, что они непонятно как считают. В прошлом году у меня был 30 дней отпуска, до этого было 32 дня отпуска. Очень много теряется. Так же, мы платили с нами экологически. К каждому отпуску фиксированный процент от среднего заработка на оздоровление. И сейчас этого всего уже нет. От того, что упали доходы металлургов, страдает и городской бюджет. А потому зависеть от одной отрасли городу небезопасно. То же самое произошло и по комбинатам. Они с 600-700 долларов сошли на 300-400. То есть в два раза в долларовом эквиваленте мы потеряли в зарплате, в доходах населения. Это, конечно, сказалось очень серьезно. Речь идет о том, мы должны вернуться все же к проблеме диверсификации экономики и выходить на отрасли более наукоемкие, с выходом на более современные технологии. В Метинвестии же привязывать размер зарплат к курсу доллара считают экономически необоснованным популизмом. Говорят, за время войны мариупольские предприятия с трудом удается удерживать на плаву. К постоянному росту тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки добавляются форс-мажорные обстоятельства, последствия которых предвидеть практически невозможно. То есть наша логистика – это наша самая главная-главная боль. Если раньше кокс из нашего предприятия в Авдеевке, Авдеевского коксохимического производства, привозили на расстоянии 120 км за 5-6 часов, то на сегодняшний день путь Авдеевского кокса лежит через две области дополнительно – Запорожскую и Днепропетровскую. И время нахождения в пути этого кокса составляет трое-четверо суток. Треть наших мощностей практически простаивает. Мы вынуждены были с начала этого года осуществлять поставку железорудного концентрата и руды, необходимой для производства агломерата и чугуна, морским транспортом. Металлурги могли бы чувствовать себя значительно увереннее, если бы ориентировались на внутренний рынок, уверен глава Донецкой областной военно-гражданской администрации. Те, что сегодня происходит, на самом деле меня не влаштовывает. Чугун отправляется в Европу, Европа переплавляет, делает лист и отправляется на украинские предприятия для производства. То есть, або мы тут кинцевый продукт делаем, або, извините, мы просто наживаемся на сыровинных материалов и на пивфабрикаты. На пивсыровину, оставив поганую экологию для Донечки, зарабатывают некоторые для себя статки. И ничего такого пристойного и хорошего для Донецкой области они не приносят. На первом перехватном этапе это может быть, но в перспективе совсем другая экономика должна быть тут. Тут должна быть больше добавленной вартости. Но перспективы для себя на внутреннем рынке мариупольские металлурги пока не видят. К сожалению, внутренние металлопотребления, связанные с теми событиями, которые в Украине происходят, в том числе и на фоне падения курса гривны, они не в полной мере позволяют обеспечить нам 100% отгрузку металла на внутренний рынок. К сожалению, мы на сегодняшний день экспортно ориентированы. Рабочим же приходится лишь терпеливо ждать. Скажу, что мы, персонал-то понимает, что сейчас обстановка не только в стране у нас напряженная, а и в целом по отрасли, по металлургии. Очень сложная обстановка, но ждем, надеемся. Татьяна Игначенко, Александр Пугачев. Донбасс. Реалии. Радио Свобода. Вот, что мы слышим. Зарплата десятилетней давности. А трудовой кодекс у нас вообще 1971 года, то есть еще времен Советского Союза. Вот на прошлой неделе, 5 ноября, если не ошибаюсь, в первом чтении парламент одобрил новый трудовой кодекс. Вот вы, я читал ваши посты в фейсбуке, в принципе, вот не рабскому кодексу. Это, как бы, суть того, что вы писали. Вот почему он рабский? И решит он проблемы, новый этот кодекс, проблемы вот этих металлургов, которых мы слышали. Вот видите, есть проблема, да? У людей зарплата заморожена. Но в то же время мы видим еще радостные лица, люди терпят. Потому что в металлургии есть еще запас и жирок. А что касается, например, угольной промышленности, то там министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин направил рекомендации генеральным директорам угольных объединений. И в этих рекомендациях он предлагает существенно сократить численность рабочих мест, выбросить людей на улицу. То есть там прямым текстом идет сократить на 40% численность. Сам министр не подписал... А сколько этот человек приблизительно будет? Ну, это, наверное, еще несколько десятков тысяч будет выброшено на улицу. И потом остановлена инфраструктура и развал в начале угольной промышленности. Это, наверное, обоснованное решение. То есть поскольку в власти говорят, что отрасль очень убыточная, а датировать... Ну, грубо говоря, я не металлург, ну, я так грубо, да, своими налогами плачу зарплату шахтерам, потому что их уголь не окупает, не окупает. Владислав, в том же и дело, что можно вначале довести до убыточности, разрушить и потом показать всему миру, что смотрите, у нас убыточная отрасль, и мы выбрасываем людей на улицу. Так, это при нынешнем Трудовом кодексе, когда министр понимает, что если он подпишет приказ на сокращение без создания новых рабочих мест, без обсуждения с профсоюзами, с трудовыми коллективами, мэром и городов, без участия кабинета министра в данном случае, его могут посадить в тюрьму. Так вот, для того, чтобы вообще ни за что не отвечать, разрушать, грабить, воровать, но для того, чтобы ни за что не отвечать, подготовили новый проект Трудового кодекса, сюда все благополучно записали, 5-го числа в первом чтении его рассмотрели. И приняли. И рассмотрели, и приняли в первом чтении, да. Будет еще второе чтение. Мы профсоюзы надеемся, что мы не допустим этого. Что в таком виде его принимают. Что в таком виде его принимать нельзя. Конфедерация военных профсоюзов Украины, которую я возглавляю, мы написали еще раньше обращение международной организации труда, должна быть экспертиза. Там нарушение международных норм, стандартов. Но, Владислав, я что хочу главное сказать. Они же прикрылись европейским пакетом. Да, вот это вот, так либерализация визового режима. Это некрасиво, это очень нечестно и цинично, потому что они сказали, что нам необходимо принять новый трудовой кодекс для того, чтобы граждане Украины получили безвизовый статус. А на самом деле, вот этой нормы равенства сексуальных полов и вилл засыщенных и так далее, его не было в этом проекте. Да, они его провалили, то голосование. Так нет, они просто хотели потом еще дополнить. А можно было внести изменения по этой части в действующий трудовой кодекс и не городить огород? Ну вот мы видим, как безответственно, как власть ведет себя нечестно и непорядочно. Вот я хотел бы, чтобы вы назвали, например, три причины, по крайней мере, три причины, по которым не надо принимать этот кодекс трудовой в том виде, который он сейчас. Хорошо, три причины. Три причины. Первая причина. 68-я статья проекта предусматривает право работодателя передавать наемного работника от одного работодателя к другому. Это не ограничено территориально. Работодатель не беспокоит, что он отдает человека, не думая о его семье, не заботясь о его жилье. Если ты откажешься, ты будешь уволен. Там есть, правда, одно ограничение по времени, не более чем на 6 месяцев. Но в том случае, если на это место не будет принят другой работник в течение 6 месяцев, ты можешь там остаться навсегда. Ты можешь остаться рабом навсегда. Уточнение, в европейских странах есть что-то подобное? Да нет, конечно. Ну что, есть международные нормы и стандарты. Нельзя. Хорошо, второй пункт. 108-я статья, которая предусматривает пункт, что нельзя увольнять беременных женщин. В этой же статье второй части ссылка идет на 92-ю, 94-ю, 96-ю статью о том, что можно увольнять беременных женщин. А при каких условиях? При условиях, если у нее низкая квалификация, если она нарушает систематический рабочий режим, если она имеет два выговора. Ну и хорошо. Вот вы наемный работник и работодатель. В течение недели вы будете иметь два выговора и будете уволены. Мне что-то не понравилось, значит, я докажу, что вы имеете очень низкую квалификацию. Поэтому если поставить себя на это место, вы сразу поймете. Теперь следующее. Одинокие матери. Одинокие матери, которые имеют на содержании детей до 15 лет. И для того, чтобы вы не сказали, что я четыре пункта называю, я ищу туда одиноких матерей, которые имеют на содержании детей инвалидов, малолетних детей инвалидов. Их можно ставить в ночную смену на работу. Вот представьте, одинокая мать бросает двух детей или ребенка инвалида, несовершеннолетнего, и ее ставят в ночную смену или на переработку или в выходные. Ну, я имею в виду, работать больше, чем 8 часов или больше, чем 12. В том случае, если вы откажетесь, вы будете уволены. И, опять же, их можно увольнять, одиноких матерей, которых на содержании малолетних детей, можно увольнять на общих началах. И давайте все-таки четвертый пункт. Четвертый пункт, это касается комиссии по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам формируется из равного количества представителей. От работодателя и от рабочих. Но решение является принятым, если за него проголосовали все члены, присутствующие на этой комиссии. Но конфликт, например, создал работодатель. Он нарушил какие-то ваши права. И работодатель имеет равное количество лиц. И если хоть один представитель от работодателя не проголосует в общем контексте, значит, решение не будет принято. Абсурд. Это как совбезон, получается. Ну, понимаете, глупостей тут много. Потом, дальше. 12 статья предусматривает, что работодатель будет иметь право издавать внутренние нормативные акты для регулирования социально-трудовых отношений. Но это прошло без обсуждения в широких массах. То есть о чем он говорит, что это такое? Без реального согласования с процессами. Вот как сегодня происходило обсуждение. Я вчера в интернете узнал, что в здании торгово-промышленной палаты в городе Киеве будет публичное слушание по проекту Трудокодекса, который рассмотрен и принят в первом счении. Возглавляет эту работу народный депутат Дроздик, Александр Дроздик, зампредседателя комитета по труду социальной политики. Он же его парламенте 5-го преподносил как от комитета. И для того, чтобы принять участие в этом публичном обсуждении, надо было заплатить 300 гривен. Ну, небольшая сумма. Ну, небольшая, но... Ну, а что это за публичное обсуждение? Ну, чтобы... Не знаю, чтобы... Для того, чтобы отмежевать безработных... Городские сумасшедшие туда не пошли. Я не знаю. Ну, я себя... Ну, будем думать. Да, ну, не будем влезать ему в голову. Ну, да. Ну, пан Дроздик говорил, докладывая в парламенте 5-го числа, что это вранье, что там кто-то говорит, что будут увольняться на общих началах одинокие матери, что в ночную смену можно оставить женщин-инвалидов, что работника не будут предавать из одного предприятия на другое и так далее. Я ему сегодня все это высказал. Знаете, что он мне ответил? Публично, присутствует камер. Он говорит, так званные, свободные профсоюзы, они делают вид, что они кого-то защищают. Вот понимаете, если бы на Западе такой депутат позволил себе это сказать, он бы сложил бы мандат, и вся политическая сила просто улетела. Только в том случае, если бы профсоюз сумел бы мобилизовать бы массы. Да, согласен. Потому что нет общего мнения. Да, я согласен. И правда, этим манипулировал спикер парламента, который является автором этого законопроекта, который им же и не был прочитан. Гройсман, не читал этот законопроект, но он является автором, он первое лицо в этом списке с автором. Они назвали четыре профсоюзных объединения, которые согласовали этот проект. То есть есть карманы и профсоюзы. Они такие есть и в России, и в Казахстане. Например, в Казахстане они платили зарплату нефтяникам. Заканчиваю. Не платили зарплату нефтяникам. Они вышли на акцию, кто-то спровоцировал какие-то беспорядки и расстреляли этих работников. А профсоюз вместе с властью осудил. Зато бывший глава администрации президента в Казахстане возглавляет федерацию профсоюзов. Что у нас случилось? У нас несколько профсоюзов одобрили этот новый трудовой кодекс. А пусть попробуют и не одобрят. Имущество продают? Продают. Имеют отношение к неэффективному управлению деньгами фондов социального страхования? Имеют. В кармане сидят у работодателя и органов власти. Сидят. Лояльность свою проявили. Проявили. Что они еще могут дальше сказать? Поэтому сегодня на совместном председательском органе профсоюзов была очень серьезная дискуссия. Я там присутствовал, потому что я являюсь членом СПО. Председатели ЦК, которые имеют более тесную связь с трудовым коллективом, учреждениями, они спрашивали у руководства Федерации профсоюзов, какая наша позиция, какая позиция Федерации. И дальше высказывалось мнение о том, что если и во втором чтении будет принят такой трудовой кодекс, значит надо ставить вопрос всем профсоюзам Украины о досрочном распуске парламента и отставке правительства. Вот я впервые услышал хотя бы за закрытыми дверьми, когда профсоюзы, консоли до Дирвана, вот говорили о таких вещах. Ну, смотрите, наше время, к сожалению, истекло, ну, такой недлинный у нас получился эфир. Вот я хочу вам показать картину, вот если можно, да, она называется «Иль Кварту Стату», да, или «Четвертая сила». Другими словами, пролетариат. Вот Алексей, режиссер, вот, она известная, что очень картина, которую нарисовал в 1901 году итальянский художник Джузеппе Пеллица да Вольпедо. Это как раз пролетариат, очень известная картина, Виталий. Так вот, я хочу рассказать вам и телезрителям притчу. Вот мальчик как-то спрашивает у отца, папа, что такое политика? Отец задумался, а потом начинает говорить, вот слушай, вот я приношу домой деньги, я капитализм. Наша мама управляет этими деньгами, значит, она правительство. Вот дед проверяет, чтобы все было по справедливости, значит, он профсоюзы. Наша горничная – это рабочий класс. Мы все обеспечимся тебе, поэтому ты народ. А вот твой маленький брат, который вот спит, да, вот в подгузничке, это будущее. Понял, малыш? Ну, малыш задумался, давай, папа, я пересплю с этой мыслью, потому что, ну, надо что-то еще понять. Ночью у малыша будет плачь своего, ну, младшего брата, ну, потому что тот наделал в подгузник. Ну, бывает, маленький мальчик. Тогда мальчик, ну, он не знает, что делать, он идет в спальню родителей. Там мама глубоко спит и никак не реагирует. Ну, значит, он идет в комнату горничной, где видишь, что его отец занимается любовью с той самой горничной, в то время, как дед наблюдает за всем этим из-за окна. Ну, все настолько занято, да, что никто не замечает присутствие ребенка. Вот так получается. На следующее утро отец спрашивает у ребенка, понял ли он, что такое политика. А мальчик говорит, да, все понятно. Капитализм пользуется рабочим классом, профсоюзы только и смотрят, как это происходит. Между тем, правительство спит, народ полностью игнорирует, а будущее в дерьме. Согласен, согласен, этого нельзя допускать, потому что, если так будет продолжаться, народ выйдет на улицу. Чтобы наша жизнь не превратилась в эту притчу, хотя мы очень близки к этому. То есть будет усиливаться социальная напряженность. В конце концов, люди выйдут на улицу и погонят всех. Погонят парламент, погонят правительство. И они спросят с профсоюзов, чем они занимались. Да. Спасибо еще раз Михаилу Волонцу, председателю конфедерации свободных профсоюзов Украины. Оставайтесь с нами.